На северо-востоке Волгоградской области, всего в 15 километрах от районного центра Жирновск, находится одно из самых удивительных аномальных мест в мире. На географических картах это место именуется Медведицкой горной грядой. На самом же деле, это цепь пологих холмов, самый высокий из которых не более 250 метров от основания. Очевидцы утверждают, что здесь творятся невообразимые для нормального человека вещи. Безобидные, а иногда и не совсем внезапные остановки автомобильных моторов, спорадические помешательства рассудка у местных жителей. Только тут могут быть сильные грозы, когда вокруг абсолютно безоблачное небо. Но больше всего пугает урочище Синяя гора. Его называют местом огненных шаров и склоном бешеных молний. Немногие решаются добраться до урочища и разгадать его тайну. Но иногда любопытство сильнее страха. Каждый день человек сталкивается с необычными явлениями природы. Некоторые опасны. Другие красивы так, что захватывает дух. Третьи редкие и оттого еще более загадочные. Что такое шаровая молния? Удивительно, но никто до сих пор не может дать точный и обстоятельный ответ. Даже простые линейные молнии, низвергающиеся из черных грозовых облаков, не до конца изученное явление. Шаровые же. Истинная загадка даже при нынешнем уровне развития науки. Шаровая молния – это загадочное явление, которое будоражило, вообще говоря, и продолжает будоражить умы людей разных. Но постоянные знания на эту тему всегда было очень трудно распределить, получить, обработать и так далее. Это самое обычное явление. Они пока таинственны, пока их не поздно. Ну вот полтора есть. Возьмем. Что более таинственное? Мифы и легенды древности представляли шаровую молнию в самых разных обличиях. Но чаще всего в виде монстров с огненными глазами. Первые документальные свидетельства об этом явлении восходят еще к временам Римской империи. А в русской летописи оно впервые упоминается в 1663 году. В один из монастырей пришел донос от Папа Иванища из села Новые Ярги, в котором сообщалось, что огонь на землю падал по многим дворам, и на путях, и по хоромам, и люди от него бегали, а он катился за ними, но никого не ожег, а потом поднялся вверх в облака. Многочисленные очевидцы по-разному описывают шаровую молнию. Яркий светящийся шар, не связанный с каким-либо источником электроэнергии, перемещается как горизонтально, так и хаотично. В редких случаях молния прилипает, например, к проводам и движется вдоль них. Наредко шар попадает в закрытое помещение через щель меньше своего диаметра. Исчезает молния так же странно, как и появляется. Может взорваться, а может просто погаснуть. Еще одна загадка ее в том, что, представляя собой некую газообразную субстанцию, молния не смешивается с окружающей атмосферой, а имеет довольно четкую границу шара. Шаровую молнию, мне кажется, здесь надо рассматривать в нескольких вариантах. Это все-таки именно и как геофизический процесс, тем более хорошо изученный. В Новосибирске профессор Дмитриев очень долго занимался изучением шаровых молний. Тем более, что шаровые молнии, они бывают разные. Бывают, что-то называемые, низкоэнергетические шаровые молнии, которые, грубо говоря, не излучают такой страшный большой потенциал и не взрываются. Низкоэнергетические шаровые молнии, они вот часто возникают в зонах очень сильных тектонических разломов. То есть вот та вот энергия, которая идет из нет земли, она определенным образом скапливается, и в виде вот таких шаровых структур начинает некоторое время жить в атмосфере. Мы можем строить любые догадки, и серьезные, и не очень. Но все же, что такое шаровая молния? А может быть, кто? Непостижимая тайна природы или посланница высших сил? В Библии неоднократно встречаются описания загадочного явления, предельно похожего на шаровую молнию. В книге «Исход» говорится, что когда еврейский народ выходил из Египта, на протяжении всего пути его сопровождал столб огня и дыма. Но Библия не самый древний источник, в котором можно найти свидетельство шаровой молнии. Есть летописи и устные сказания, которые с самых незапамятных времен хранят истории о таинственных огненных шарах. В Таджикистане есть загадочный курган, сложенный из округлых камней. Местные жители из поколения в поколение передают легенду об огненном подземном царстве и живущих там злых духах. Иногда эти духи возникают на вершине кургана в виде горящих шаров, окруженных черным сиянием и запахом серы. Описаниями встреч шаровой молнии пестрят заголовки газет и журналов в самых разных уголках нашей планеты. Реальные и вполне правдоподобные свидетельства полны невероятных загадок. Я работала как раз в клубе, очень поздно домой ходила. Ну, пока есть молодежь, пока туда-сюда. И вот иду с клуба, дважды видела такую, как вам сказать, как свеча вот. Вот есть или иголка, или как свеча, или вот такая вот висит. И вот я иду, она перемещается, перемещается, и вот как от котельной, и пошла в сторону Саратов. Это место на границе Волгоградской и Саратовской областей испокон веков пользуется дурной славой. Медведицкая гряда как будто притягивает к себе шаровые молнии. И, возможно, даже порождает их. Как они появляются? Что в себе таят? Эпицентр – урочище Синяя гора. Здесь зафиксированы сотни фактов, когда шаровые молнии возникали не только в грозу, но и в спокойную погоду. В любое время суток. Без всяких видимых на то причем. Внезапно появившись, огненные шары часами летают по одному и тому же маршруту по направлению к границе Саратовской области и выжигают дыры или причудливые спирали в стоящих на их пути деревьев. Там и с самими деревьями появляются какие-то непонятные аномалии. То есть сами деревья, они растут не как обычно, а их выкручивают каким-то образом. Вообще место очень интересное. С точки зрения геофизики, те приборные исследования, которые там проводились, показывают, что вот именно в этом месте очень повышенный электромагнитный фон. А с чем это связано, непонятно. Следы загадочных огненных шаров присутствуют в урочище повсюду. Например, странные выжженные рисунки среди густой травы. А еще здесь почти нет насекомых и ни одной птицы над Синей горой. Местные жители утверждают, что шаровые молнии иногда разгуливают и по деревням, как у себя дома. Это было после обеда. Я легла отдохнуть, смотрела на стену, и вдруг увидела вдоль этой стены двигался яркий шарик. Он был похож на солнечного зайчика и на пятно, круглое от фонарика. Я не испугалась, я захотела его потрогать. Так я протянула к стене руку и резко отдернула ее, потому что что-то загрохотало. Я спряталась под одеялом. Преодолев страх, Ульяна подошла к окну и увидела пожар. Это горел дом напротив. Шаровая молния выбрала себе другую жертву. И рядом с домом стояли два столба деревянных, и их верх был превращен в щепки. Люди отовсюду бежали и кричали, и бежали с водой. Как свидетельствуют очевидцы, огненные шары движутся со скоростью пешехода в полуметре или чуть выше от земли. По ожогам на деревьях даже можно определить размер шара. Самая большая молния была в диаметре почти два метра. Вот представьте себе. Вот такая вот, может быть, чуть побольше, шаровая молния примерно такого диаметра пролетает здесь. Естественно, она, может быть, даже не лавирует, может быть, она не пытается пролететь между деревьями. Как летела, так и летит. То есть пролетает, как говорят, как горячий нож сквозь масло. Пролетает мимо деревьев, объедая их со всех сторон. Деревья, как огрызки от яблок, остаются стоять. Шаровая молния улетает куда-то там вдаль, по своим делам мне непонятным. Молнии могут лететь против ветра и зависать над предметами. Также интересно, что одна и та же шаровая молния сжигала деревья на своем пути. Однако людей либо обходило, либо проходя сквозь них, не причиняло никакого вреда здоровью. Один из таких случаев был зафиксирован в местной больнице. Там наблюдалась пациентка, сквозь которую пролетела шаровая молния. Женщина защищала от огненного шара своего ребенка. Получилось так, что молния несколько раз прошла и сквозь нее, и сквозь мальчика, пострадавших в шоковом состоянии доставили в больницу. Но, как оказалось, их здоровью не было нанесено никакого вреда. Случаи, конечно, есть такие, когда описывается, что и молния человека преследовала, и буквально гонялась за ним, и не только там по квартире, а и в чистом поле преследовали эти шаровые молнии. У нас наподобие как раз случая произошел в Красновишевском заповеднике в Пермском крае, когда лесничий пытался тоже от шаровой молнии убежать, непонятно, почему происходило, что там, может, у меня там или железо на нем было, или какие-то палки были. И действительно какая-то непонятная биологическая вот эта вот связь, которая притягивает эти объекты. И спасся он только после того, когда сумел забежать в старушку. В итоге молния в стекло ударила, взорвалась там осколками о стекло. То есть случаи такие есть, но почему это происходит, это пока еще загадка, конечно. Жители деревень, расположенных вокруг Медведецкой гряды, часто вспоминают трагическую историю, которая приключилась здесь лет 15 назад. В холодный и сырой ноябрьский день пастух Юрий Мамаев, перегоняя оттару овец, присел передохнуть на охапку сена. Его напарник отлучился буквально по его словам на секунду. И когда оглянулся, то заметил, что вместо человека, как он выразился, сидел черный манекен. Не подавал признаки жизни, вызвали скорую помощь. Ну, в такую глушь скорая помощь, я думаю, что самая ранняя приехала часа через 4. И даже несмотря на то, что было холодно, тело положили на носилки и по словам врачей носилки задымились. То есть оно еще было горячим изнутри. Вскрытие показало, что ожог шел изнутри тела. Одежда на жертве оказалась абсолютно неповрежденной. Что убило пастуха, медэксперты так и не смогли объяснить. Интересно, что детали этого происшествия странным образом напоминают другие трагические события. Осенью 1924 года ОГПУ расследовало три случая самовозгорания людей в Москве, объединенных в дело о самозапальных. Один из них произошел в новом пролетарском театре Луны. Во время репетиции загорелся и погиб актер. Дело о самозапальных контролировал заведующий специальным отделением ОГПУ Глеб Бокий. Но не ученым, не чекистам так и не удалось раскрыть эту тайну. Спонтанное самовозгорание людей феномен, часто описываемый как паранормальное явление, в результате которого человек может воспламениться. За последний век таким страшным образом погибли несколько сот человек. пламя могло начать пожирать свою жертву и в закрытом доме, и на свежем воздухе, и за рулем автомобиля, и даже за штурвалом корабля. И как правило, если горело тело, то одежда оставалась нетронутой. Мистика? Наваждение? Или еще одно зловещее свойство шаровых молний? Здесь, на Медведицкой гряде, другого объяснения внезапной гибели пастуха Юрия Мамаева, искать не приходится. Возможно, в тот роковой момент он решил отдохнуть как раз на том месте, где веками проходил маршрут следования шаровых молний. Может, поэтому место это с древних времен носит зловещее название «Чертово логово». Конечно, тут грешили и на черта, и на дьявола, и на все, что угодно, поскольку само место, в общем, давно пользуется дурной репутацией, и это блудное место, сюда ночью местные жители вообще стараются не соваться. И когда случайно или не случайно здесь работы заканчиваются за полночь, то говорят, как ни стараются, борозду на вот этом поле никак не могут проложить по прямой линии. То есть, ночью эта линия кажется прямой, а при свете дня выясняется, что оказывается кружили на пустом месте. А дальше расположены невысокие холмы. Местные жители сторонятся этих мест. Их пугают странные подземные ходы непонятного происхождения. Даже специалисты говорят, что на обычные пещеры они совсем не похожи. Возможно, преграду в виде холма шаровая молния может преодолевать под землей, буквально прожигая ход в нужном для нее направлении, ни на сантиметр не отклоняясь от своего маршрута. Это еще одно фантастическое свойство шаровой молнии. Вот очень хорошо видно старые стенки, которые слегка обожжены, хотя материал стенок настолько хрупкий, что кажется, пещера должна обвалиться, но что-то держит стенки пещеры кроме самого материала. То есть по предположению геологов стенки предварительно были обожжены. для того, чтобы обжечь стены этой пещеры необходима температура, которую достигают в доменных печах. В ноябре 1975 года в журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья о шаровой молнии. К статье прилагались письма читателей с подробными рассказами и свидетельствами встреч с загадочными огненными шарами. К одному из писем была приложена фотография оконного стекла с круглым отверстием, которое оставила после себя шаровая молния. Края отверстия оплавлены. И в то же время известны случаи, когда шаровая молния проникала в салон самолета, не нарушая герметизации. Все эти невероятные рассказы пугают, настораживают, удивляют, но никак не дают ответа на нужный нам вопрос. Что же такое шаровая молния? И почему именно здесь, на медведицкой гряде, их так много? Возможно, здесь они зарождаются, и именно отсюда, как из осиного гнезда, начинаются их зловещие путешествия. А может, это даже и не шаровые молнии, а еще более загадочные плазмоиды, то есть сгустки ионизированного газа и магнитного поля. За последние 20 лет в этом районе работало несколько десятков экспедиций. Несмотря на тщательные исследования, никто не может дать научных объяснений происходящему. Ясно одно, огненные шары и тоннели как-то связаны между собой. Но какая сила управляет молниями или плазмоидами, пока неизвестно. Возможно, тайна Медведицкой гряды скрыта еще глубже под землей. В этом месте очень повышен электромагнитный фон. С чем это связано, непонятно. Может быть, там действительно есть какие-то разломы, может быть, там есть залежи каких-то железнорубных пород, которые сами по себе уже являются определенным генератором, то есть они притягивают такую энергию фактически как огромные магниты. Но чаще всего на нашей практике вот именно явления, связанные с какими-то шаровыми молниями, с такими светящимися объектами, вот именно шарообразными, которые нельзя назвать летающими тарелками, возникают именно в зоне тектонических разломов. То есть все-таки я считаю, что в первую очередь это геофизический процесс, уже во вторую очередь аномалий. Так вот эти шаровые молнии или плазмоиды вероятно выходят из глубин почвы, то есть скорее всего за их генерацию могут быть ответственны те же самые геологические разломы. Некоторые исследователи склоняются к одной из самых невероятных и в то же время похожих на правду гипотез. Наша планета является живым существом, частью большого космического организма. Для молнии отводится одна из самых важных ролей выполнять функцию нервной системы, быть частью нейронной сети. Это каналы связи между отдельными частями единого организма. Более быстрых и эффективных способов передачи информации, как с помощью грозовых разрядов молний, у Земли просто нет. Или они нам неизвестны. Может быть здесь кроется отгадка? Конечно эта версия не выдерживает никакой критики со стороны классической науки. Однако гипотеза о том, что молния это часть живого организма не кажется такой уж фантастической, когда слушаешь рассказы очевидца. Это произошло в 58 году. Команда альпинистов во главе с Владимиром Ковуненко участвовала в восхождении. Спортсмены вышли на гребень, разбили лагерь для ночлега. Совсем близко подошел грозовой фронт. Короче говоря, погода нас не баловала и мы остались ночевать. Где-то никаких предчувствий не было, ничего не было, все нормально. Я проснулся, наверное, я не помню, не то, что не помню, просто не знаю, не то в два, не то в три, где-то ночью проснулся и увидел размер теннисного мячика такой фосфорический шарик. Конечно, я удивился, сначала я даже не понял, насколько это все реально, нереально, но потом этот шарик начал контачить непосредственно с нами. С кого он начал? Трудно, я думаю, что он начал все-таки с Колей Иванова. Интересно, что перед тем, как начать атаку, незваный гость облетел палатку по периметру, потом начал останавливаться возле каждого альпиниста, как бы изучая лежащих в спальных мешках людей. Через каких-то несколько мгновений внутри шаровой молнии что-то затрещало, изменился цвет, оболочка заискрелась, как будто ее что-то сильно рассердило, и в тот же момент шар начал атаковать альпиниста. Он окучил нас всех, но мне больше всех досталось, это, в общем-то, мне всегда достается прилично. У меня восемь контактов прямых с этим, но потом мы узнали, что это шаровая молния, так толком мы не знали, что происходит. Значит, контакт это ожоги четвертой степени с последующей пересадкой, и все эти ожоги довольно-таки по площади большие. У Башкирова Володи было шесть контактов, у Зыбина шесть или пять, а вот Коля Иванов, который лежал на моем месте, у него было три контакта, один из них солнечное сплетение. Сколько он гулял в палатке, и никакой, конечно, очередности не было, все вот эти контакты были хаотичные, то меня, то там, то там раздавались всякие, и что происходит, никто не знал. Трудно объяснить подобное явление. Можно посчитать это галлюцинациями, больным воображением, возникшим под воздействием сильного стресса, страха, например. Одна из множества гипотез говорит, что шаровая молния действует по велению некоего высшего разума или сама является высшим разумом. На самом деле, какие-то самоорганизующиеся явления в средах обычных наших тоже бывают, и вот скорее, все-таки шаровая молния это тоже самоорганизующая. Есть ли влияние разумных каких-то мыслящих сущностей на ее формирование, не знаю. Вот то попадет или нет под эту молнию конкретные мыслящие сущности, здесь наверняка все связано. А вот сам генезис, вот можно ли сказать, что кто-то сидит там волшебник и генерирует их, не знаю. Ну и не исключаю. Официальная наука скептически относится к подобного рода версиям. Непосредственно практики, которые исследуют явления в лабораториях НИИ и искусственно создают шаровую молнию, отрицают возможность того, что огненный шар часть живого организма. природная шаровая молния, которую мы наблюдаем в природе, она вот может жить не как наши до секунды, а там десятки секунд, даже минуты. Но и там в принципе вот этот заряд, который у нее есть, он может создавать мощные электрические поля. Мы не знаем, как человек себя в этих полях ведет, в мощных, очень сильных полях. в частности может быть и такое, что ему кажется, что это живое существо. По какому пути поведет нас загадка шаровой молнии? Пока на этот вопрос никто не может ответить. В то же время на планете Земля в разных ее точках каждую секунду летают от трех до семи шаровых молний. И никто не может сказать, в чью форточку они готовы проникнуть с минуты на минуту. И чем закончится встреча с этим таинственным явлением? Почти ежедневно в урочище Синья гора в Волгоградской области появляются новые дыры в стволах деревьев и новые обугленные следы на полянах вокруг Медведицкой гряды. Здесь уже давно привыкли к подобным аномальным явлениям. Но чувство тревоги все равно не покидает обитателей этих мест. И каждый из здешних жителей в душе надеется, что это чрезвычайно загадочное событие произошло 27 января 1995 года на американской антарктической научной станции. Погода с утра не задалась. В небе над полюсом кружил густой серый туман. Полярники приняли его за обычный смерч. Однако время шло, а так называемый смерч не менял формы и не перемещался. Ученые интуитивно почувствовали, что являются свидетелями чего-то необычного. Они решили поднять в небо метеорологический зонд, чтобы попытаться определить природу странного атмосферного явления. Но когда была нажата кнопка запуск, хронометр измерительного блока показал тот же день и месяц, но совершенно другой год. 1965-й. Это означало, что запуск проводился не сейчас, а в прошлом, то есть ровно три десятилетия назад. Все присутствующие переглянулись. Как такое могло случиться? Неужели в аппаратуре произошел сбой? Все было многократно проверено. В экспедиции работают только профессионалы. Ученые пришли в замешательство. Они стали повторять попытки запуска зонда, однако хронометр всякий раз показывал давно минувшую эпоху. Все тот же 1965-й год. И только тогда, когда странный неподвижный смерч внезапно исчез, прибор восстановил реальное время. Полярники поняли, произошло что-то неординарное, что заставило их на какие-то мгновения оказаться в прошлом. В августе 1994-го года, то есть шестью месяцами ранее странного инцидента с хронометром на американской полярной станции, в водах Северной Атлантики произошло еще более загадочное происшествие. Команда норвежского рыболовного траулера заметила в море спасательный круг с человеком. Когда подошли ближе, то обомлели. Это был годовалый ребенок. Девочка. Изрядно замерзшая, но абсолютно здоровая. Но более всего видавших виды рыбаков обескуражил сам спасательный круг, к которому была привязана малышка. На круге была надпись «Титаник». Уже на берегу, когда уточнялась личность спасенной, специалисты иммиграционной службы были повергнуты в шок. Девочка оказалась одной из пассажирок того самого «Титаника», затонувшего в 1912 году. В архивных документах сохранилось упоминание, что ребенку отроду было 11 месяцев, когда она с мамой попала на борт печально знаменитого океанского лайнера. С тех пор она не стала старше ни на один день. «Титаника» 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 Что же на самом деле произошло? Человек, исчезнувший 82 года назад, неожиданно явился таким, словно и не было этих нескольких десятков лет. Ответить на этот вопрос официальная наука не решается. Но некоторые исследователи и эзотерики утверждают, это особое явление и имеет оно свое четкое название «Врата времени». На самом деле «Врата времени» это условное понятие, которое может характеризовать некий портал между сегодняшним днем и прошлым или будущим. Одно из двух исчезали люди и появлялись в прошлом и исчезали и видимо появлялись в будущем. Понять то, что они появлялись в будущем мы сейчас не можем, это только будущее покажет, а то, что современные люди появлялись в прошлом, а люди из прошлого живут рядом с нами, факты имеются. Первыми наявления «Врата времени» стали обращать серьезное внимание советские и американские военные летчики, которые во времена Холодной войны патрулировали приграничные территории. Вполне логично, что все факты загадочных инцидентов, происходивших во время таких полетов, строго засекречивались. Но все же некоторые данные просачивались. Рапорты о попадании летчиков во врата времени достаточно скудные. «Советский летчик-истребитель Виктор Орлов сообщил, что, совершая полет на МиГ-25, своими глазами видел разворачивающиеся прямо под крылом его самолета военные действия, где использовались пушки и ружья 19-го века. Специалисты пришли к выводу, что пилот наблюдал битву, происшедшую в 1863 году близ города Геттисберга. 1993 год. Американский пилот Рой Уитман, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно увидел, что внизу находится территория, похожая на средневековую Европу. Я увидел огромный костер и рядом с ним груды человеческих тел, рассказывал летчик. Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вошел в плотный туман, а вынырнул из него в самый гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Специалисты, изучающие аномальные явления, считают, что врата времени это некий шлюз для перехода из мира реального в мир параллельный. Предположение о существовании параллельного мира было высказано еще в 50-х годах 20-го столетия в США, а впоследствии это доказали несколько ученых Оксфордского университета, работающих в области квантовой механики. И в частности, вот, да, провалились такие эксперименты, просто человек ставил камеру, снимал улицу, ну, скажем, московскую, и наряду как бы с обычной картиной улицы, там, с людьми, человек получал еще как бы наложение другой картинки, там, фигуры в балахонах, еще что-то такое, понимаете? То есть, такое ощущение, что с помощью вот как бы визуализации этих областей невидимых спектра мы получали еще визуализацию некого параллельного мира, параллельной реальности. Кстати, гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники, в их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходит одинаковые процессы. А посему, если научиться переходить из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое, и будущее. Другой российский ученый, профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев, утверждал, что существуют вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели, черные и белые дыры. По черным дырам из нашей Вселенной уходит в параллельные миры материя, а по белым от них к нам поступает энергия. Исследователи, изучающие различные феномены, связанные с перемещением человека во времени и пространстве, утверждают, что перескочить из реального мира в другой непросто. Параллельные линии, как известно, не пересекаются. Но есть определенные районы этих линий, где граница истончается. И там как раз и могут находиться так называемые места перехода. Есть места перехода, которые действуют практически постоянно. Время каких-то неизвестных нам факторов неизвестных сочетаний неизвестных физических воздействий. Одним словом, есть наверняка патогенные аномальные зоны, где переходы в другие пространства и измерения могут происходить в любой момент. Ну, условно говорят круглосуточно 24 часа в сутки. Одну из таких аномальных зон, где находится так называемая постоянное место перехода из реального мира в параллельный, исследователи называют остров Барса-Кельмес на северо-западе Аральского моря. Само слово Барса-Кельмес в переводе с тюркского буквально означает «пойдешь, не вернешься». Это место с древних времен пользовалось у местного населения дурной славой. А все потому, что на острове постоянно исчезали люди. Причем объяснить причину их исчезновения никто не мог. Пропадали люди вплоть до конца прошлого столетия. Там находилась загадочная советская станция, научная станция, которая изучала полеты саранчи, как ни странно. Одно время у нас в стране очень увлекались созданием не только бактериологического и климатического и тектонического оружия, но и биологического оружия, такого, как, например, руководимое человеком стаи саранчи, которые могут уничтожать, как известно, целые сотни гектаров за считанные часы. Этот остров, видимо, там находился какой-то вход в другое измерение. Среди местного населения сохранились свидетельства того, что на острове неоднократно появлялись загадочные незнакомцы из неизвестных культур других эпох. В частности, в 1984 году наряд милиции задержал человека, который пытался покинуть Барсак-Ильмес на рыбацкой лодке. Мужчина этот был одет в шелковую одежду красного цвета и разговаривал не то на японском, не то на китайском языке. В результате длительных поисков милиционеры нашли нужного переводчика. Когда начался допрос, переводчик был удивлен до предела. Задержанный говорил на редчайшем диалекте японского языка, который существовал в стране восходящего солнца три столетия назад. В ходе дознания незнакомец поведал о том, что он японец, что родился в 1718 году и принадлежит к императорскому роду. Он также добавил, что путешествовал на корабле по Тихому океану, но попал в шторм и вдруг оказался на берегу острова в Аральском море, то есть там, где его и задержали советские милиционеры. Ученые уверены в том, что этот случай, а также множество подобных свидетельствуют о том, что на нашей планете существует немало мест, в которых происходят странные вещи. В Москве просто существует несколько таких так называемых геопатогенных зон. Они есть, например, в Останкине, само-то слово какое, в общем, если подумать. Вот, в районе Хорошевки это одна из самых тяжелых геопатогенных зон. Те, кто там оказывается, а там бывает, в общем-то, сравнительно мало людей, все они в той или иной степени подвержены этому какому-то воздействию. То есть они приходят туда и чувствуют, что если они не остановятся, а пойдут дальше, то они могут просто исчезнуть. То есть какой-то подсознательный страх держит многих на этой границе не дает ступить дальше. А те, кто ступает дальше, те исчезают. В средневековой Европе те места, в которых происходили пространственно-временные аномалии, назывались ловушками дьявола. Например, на дороге, ведущей в Дрезден, когда-то стоял большой валон, посередине которого было широкое отверстие. Внешне этот камень напоминал ворота. Если верить дрезденским хроникам, которые утверждают, что любой путешественник, проходящий через это отверстие в камне, исчезал без следа, то вполне можно предположить, что это и есть врата времени. В 1546 году городской магистрат принял решение о том, чтобы выкопать рядом с этим валуном глубокую яму, после чего свалить туда колдовской камень и засыпать его землей. Но это не помогло. Говорят, люди пропадают там и сейчас. При этом исследователи уверены, что так называемых ловушек дьявола тысячи и расставлены они по всей планете. у нас в стране, да и в мире тоже, но в стране просто чудовищная статистика исчезновения людей. У нас исчезают, по-моему, 12 тысяч человек в год без следа. То есть не тех, которые найдены, а которые не найдены. То есть я считаю, что часть этих людей может переноситься в другие миры и смотреть на нас из будущего или из прошлого. Многим все-таки удается возвращаться. Сицилийские хроники за 1753 год рассказывают о том, что в небольшом поселении Токона во дворе заброшенного замка буквально растворился в воздухе ремесленник по имени Альберто Гордоне. Причем случилось это на глазах изумленных свидетелей. Почти три десятилетия спустя Гордоне появился на том же месте, на котором пропал. Он был крайне удивлен расспросами людей, где был. При этом признался, что попал в какой-то странный тоннель белого цвета, в конце которого был виден яркий свет. И мужчина отправился именно туда. И, как показалось самому ремесленнику, буквально через несколько минут ему удалось выбраться обратно в замковый двор. Незадачливый ремесленник был обследован врачами, и те пришли к выводу, что мужчина в здравом рассудке и не лжет. есть случаи, когда люди стойки переносили подобные приключения, но полностью снова возвращались в общество и в лучшем случае рассказывали о своих приключениях иногда со смехом, иногда как бы сказать, серьезно, но тем не менее понимали, что слишком много говорить, наверное, нельзя, поскольку во все времена за подобные рассказы вообще рассказчикам грозит ну как минимум сумасшедший дом. Уже почти сто лет исследователи пытаются разгадать загадку ловушек дьявола и перемещений в прошлое. Первым ученым, чей эксперимент в этой области был официально зафиксирован, оказался Альберт Эйнштейн. Правда, согласно летописям, изучить феномен ловушек дьявола люди пытались и в доисторическую эпоху. Так, к примеру, античные философы и древнеегипетские жрецы, алхимики и эскулапы средневековья постоянно находились в поисках способов управления временем. И иногда это даже удавалось. К примеру, в небольшом старинном монастыре в городке Люньен сохранился документ, который датирован концом 17-го столетия. В нем упоминается о некой алхимике по имени Альбрехт, который при помощи философского камня сумел перенестись в эпоху Фридриха Барбароссы и позже составил подробный отчет о своем путешествии в прошлое. Кроме того, существуют некоторые косвенные доказательства того, что в нацистской Германии проводились эксперименты по созданию машины времени. По образу и подобию той, что стала героем пьесы Михаила Булгакова, Иван Васильевич меняет профессию. Только в Третьем Рейхе к производству такого устройства ученые подходили абсолютно серьезно. Контекст был такой, что в общем-то трезвые люди уже в Германии к 42-43 году уже понимали, о чем идет речь. То есть было понятно, что собственно Рейх уже проиграет и поэтому искались некие новые способы, включая даже самые экзотические, чтобы собственно каким-то образом спасти положение или переместиться во время невозможно. Что касается Эйнштейна, то он, пользуясь разработками другого легендарного физика Никола Тесла, сконструировал электромагнитный прибор, с помощью которого в 1943 году сумел удалить из современной пространственно-временной матрицы эсминец Элдридж ВМС США. На самом деле эксперимент носил чисто утилитарный характер. Стояла задача разработать способ, при котором американские военные корабли были бы невидимыми для врага. Для этого на эсминце создали так называемый электромагнитный пузырь, то есть экран, отражающий сигналы радаров противника. Однако в ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке, на удалении в сотни ми. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолке обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. То есть человеческие тела вошли в соприкосновение с неживой материи, то есть с обшивкой корабля, с металлическими конструкциями и оказались впаянными, в мороженными. Не хватает просто слов для описания вот этого кошмара, который там происходил. И все это было под наблюдением команды, команды ученых. Последствия эксперимента оказались более чем драматичны. Из всего экипажа, а это 180 моряков, обратно из путешествия во времени вернулись невредимыми только 20. Остальные погибли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и разрыва сердца. Впоследствии ученому пришлось уничтожить свой прибор и все чертежи. Существует поверье, что врата времени открываются исключительно под воздействием природных стихий. Гроз, землетрясений, штормов и цунами. Одним из первых письменных упоминаний о данной аномалии относится к 12-му столетию от Рождества Христова. Хранится летопись в пантеоне капеллана и императорского нотариуса Готфрида Ветербосского. В своей работе священник описал одну историю, которая произошла с монахами аббатства Сен-Маттея. Они на корабле направлялись к геркулесовым столбам, но попали в ужасную бурю. Когда шторм утих, путешественники увидели, что судно находится в родной гавани. Однако все вокруг сильно отличалось от того места, которое монахи покинули несколько месяцев назад. Люди на берегу были одеты очень странно, говорили непривычно. Когда пилигримы сошли с корабля и поднялись в родной монастырь, то не узнали своего настоятеля. Совершенно другой аббат выслушал историю путешественников, потом просмотрел архивы и обнаружил там имена всех путников. Но запись была сделана 300 лет назад. Неужели обычная буря смогла спровоцировать такое странное путешествие во времени? Исследователи не отрицают такой возможности. Более того, некоторые утверждают, порталы в другое измерение как раз и открываются. в те моменты, когда землю постигают стихийные бедствия и природные катаклизмы. Такое наблюдалось в Китае в 30-е и 40-е годы, когда там было крупнейшее землетрясение в Нанкине, которое 500 тысяч человек погребло под собой. Именно тогда к этим временам относятся случаи описания исчезновения людей на улицах. То есть там бежит какой-то кули с косичкой, везет тележку с пассажиром, и он растворяется в воздухе. Всем этим явлениям пока нет выразумительного объяснения. Только различные предположения. Но кое-какие версии стоят внимания. Например, современные физики говорят, что перемещение во времени возможно благодаря магнитному излучению, которое еще до конца не изучено. Источниками этого излучения являются крупные космические объекты. А повышение солнечной активности, а также аномальные магнитные колебания нашей планеты могут стать причиной того, что врата судьбы будут открываться все чаще для человечества. Вот только стоит ли туда заглядывать? Последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому лучше не рисковать и не торопиться пересекать границу параллельного мира, даже если врата времени открыты и манят в таинственное и загадочное пространство. Япония. Каждый месяц острова самого восточного на нашей планете архипелага погружаются в океан на полметра. И уже через несколько лет под водой будет четвертая часть страны. Скоро в зоне затопления окажется реактор аварийных атомных электростанций. А это значит, что мир ожидает глобальная радиационная катастрофа. Примерно к 2020 году под водой окажется Токио. Японское правительство уже ведет переговоры со странами третьего мира и России о покупке земли для проживания. На сегодняшний день на территорию Камчатского полуострова уже вывезено почти все достояния. Ценные породы дерева, предметы старинной и реликвии императорской династии. Вопрос о переселении японцев уже решен. Однако в правительстве эти слухи не подтверждают, но и не опровергают. Все это могло бы быть прологом для очередного фильма катастрофы, если бы не одно но. Сценарий гибели Японии действительно существует. Его создатели не писатели фантасты, а ученые страны восходящего солнца, которые начали систематизировать свои прогнозы сразу после трагических событий последнего землетрясения 2011 года. Подземный бункер Центральной сейсмологической станции геофизической службы России город Обненск 11 марта 2011 года на часах без четверти 9 утра заканчивается суточная смена дежурных сейсмологов. Специалист службы мониторинга станции заполняет журнал с пометкой, что смена прошла спокойно. Как вдруг приборы начинают фиксировать землетрясение магнитудой более 9 баллов по шкале Рихтера. И хотя сигнал идет из далекой Японии, сейсмологу кажется, что земля разверзлась прямо у нее под ногами. Что в этот момент происходило в стране восходящего солнца, оставалось только догадываться. Спустя час с небольшим местные телеканалы начинают показывать ужасающие кадры. Ходят ходуном дома. Гигантская волна накрывает побережье северо-восточной части острова Хансю. Вода смывает автомобили и здания, в которых как в ловушке заперты люди. Информационные агентства сообщают о сотнях жертв землетрясения и вызванного им цунами. Число погибших достигает 15 тысяч человек. Действительно это было очень крупное землетрясение и наши дальневосточные коллеги на острове Сахалин, на полуострове Камчатка, они быстро смогли оценить параметры этого землетрясения. Очаг получался действительно вблизи побережья Японии. Учитывая, что магнитуда землетрясения была около девятки, было ясно, что это цунами генное землетрясение и оно грозит большим цунами. Обнинская сейсмологическая станция с пометкой молния информирует о дальневосточной катастрофе МЧС, гидромедцентр и администрацию президента и дает тревожный прогноз. Примерно через час волны цунами достигнут Курильских островов. Российские спасатели начинают принимать экстренные меры, в результате которых из прибрежных районов Курильской гряды срочно эвакуируют 11 тысяч человек. В то же время Япония продолжает трясти и она переживает еще почти 400 толчков. Трещат, рушатся фундаменты атомных электростанций, угрожая еще одной катастрофой. Ядерной. Последствия трагедии на восточном побережье острова Хансю еще не были до конца оценены, как в воздухе повисли тревожные вопросы. Что собственно произошло? Что же могло стать причиной катастрофы? Сразу появилось множество версий. Начиная от научных заключений по движению тектонических плит, заканчивая предположениями о целенаправленной атаке с помощью сейсмического оружия и наконец гневом божьим. Любую природную катастрофу издоровели приписали гневу богов. И с этим можно каким-то образом согласиться. И даже вот я думаю как ученый, что здесь есть какая-то доля правды. Дело в том, что народы в древности отмечали демлетрясения, извержения, вулканов, какие-то погодные, не очень неблагоприятные процессы. Они как-то древние народы увязывали это с какой-то цикличности, с какой-то повторяемости, с какими-то наверное не очень хорошими поступками данного народа, данного племени, рота и так далее. И естественно, тут приписывалось это к делу богов. То есть это расплата своеобразная за какие-то может быть не очень правильные действия. 1 ноября 1775 года в Лиссабоне произошло страшное землетрясение. Мощнейший толчок магнитудой почти 10 баллов заставил содрогнуться город в тот момент, когда все его жители собрались в церкви по случаю Дня Всех Святых. В дневнике одного из очевидцев сделана следующая запись. Землетрясение длилось не более пяти минут, образовав гигантские трещины пятиметровой ширины, разрезавшие на части центр города. Уцелевшие поспешили к морскому берегу и увидели, как вода отступила, обнажив дно моря, усеянное обломками судов. Через мгновение громадное цунами нахлынуло в гавань и на центр города. Немногие выжившие увидели в этом возмездие за грехи, погрязших в разврате горожан. В библейских преданиях также упоминаются землетрясения, как проявление гнева Всевышнего. Например, в Новом Завете есть история об апостоле Павле и его спутнике по имени Сила. Они пришли с проповедью в один из македонских городов, но были брошены в темницу. Вот как описывает этот эпизод глава издеяний святых апостолов. В полночь, когда Павел и Сила молились Богу, вдруг произошло такое великое землетрясение, что темница заколебалась, двери сами собой открылись и оковы слетели. Таким образом, Господь освободил проповедников и в гневе наказал горожан, посмевших без суда и следствия заточить в неволю своих последователей. В дохристианскую эпоху люди объясняли землетрясение проделками разъяренных священных животных. У древних индусов это слон, у даяков Суматра огромный волк. Древние японцы вину за землетрясение возлагали на гигантского сама. В римской мифологии землю сотрясает разъяренный Плутон, цунами вызывает Нептун. Нет ничего удивительного в том, что в отчаянии от своего бессилия человек поднимает глаза к небу, ищет подсказки у высших сил. Не только в доисторические времена, но и сегодня. Это связано прежде всего и с тем, что наука, вооруженная самыми современными средствами изучения Земли, до сих пор не может заранее определить, когда и где случится катастрофа и кто следующий в очереди за бедой. Удивительно, но землетрясение в Японии 11 марта 2011 года было предсказано. Причем за несколько десятилетий до трагедии в 1973 году. Представьте кошмары всех терроров. Это даст вам некоторое понимание того, что ожидает впереди при великой скорби тех, кто продолжают отрицать Бога. Это слова американского проповедника и предсказателя Дэвида Вилкерсона. Ему было явлено видение о бедствии, которые будут надвигаться в так называемый период страданий перед вторым пришествием Христа. И бедствия эти будут связаны с безумными судорогами земной тверди и наводнения. И начало всему положит очень сильное землетрясение в Японии. К предсказаниям Дэвида Вилкерсона можно относиться по-разному, но сам факт их существования отрицать невозможно. Правда, загадкой здесь является то, видел ли проповедник причину механизма этого японского землетрясения 11 марта 2011 года. Некоторые исследователи считают, что катастрофа была спровоцирована искусственна. Источником этой провокации является так называемый проект ХАРП Американская система геофизического и климатического оружия. Аппаратура излучения посылает радиоволны до верхних пределов ионосферы. Возникающий в результате эффект нагревания вызывает нарушение электронной плотности, что в свою очередь позволяет сигналам, поступающим со спутников, направлять мощные потоки магнитного поля в места тектонических разломов и приводить их в движение. Не исключены и другие способы искусственно вызывать землетрясение. Работы в направлении создания тектонического оружия безусловно очень активно ведутся. Ведутся они начиная с 70-х годов прошлого столетия. И достигнутые результаты позволяют говорить о том, что созданы средства воздействия, позволяющие инспирировать землетрясения, но и они пока еще недостаточно эффективны. Говорить о том, что созданы тектоническое оружие пока преждевременно. Поводом заговорить о сейсмическом или тектоническом оружии послужило землетрясение на Гаити в 2010 году. Как получилось, что чудовищные разрушения затронули только одну половину острова, где расположена республика Гаити и совсем не коснулись другой, на которой лежит Доминиканская республика. Покойный нынче президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил тогда в этой катастрофе Соединенные Штаты Америки. Он заявил, что землетрясение на Гаити стало результатом испытаний, проведенных военно-морскими силами США. Полностью отметать версию о том, что это землетрясение было инспирировано? Нельзя. Известно, что именно в тот период проводились достаточно активные испытания системы АРФа, что само по себе могло инспирировать, инициировать вот это землетрясение. Нельзя исключать и возможность того, что Соединенные Штаты Америки в интересах размещения перспективы на этом острове своей военно-морской базы могли инспирировать землетрясения за счет взрывов мощных боеприпасов. Ученые не отрицают теоретические возможности рукотворных землетрясений. Причиной их может стать, например, испытания оружия массового уничтожения. Они действительно могут вызвать изменения структуры земной коры. Сразу после Второй мировой войны начали проводиться испытания термоядерного оружия. В основном это были подземные взрывы на небезызвестных полигонах Семипалатинск в СССР и Невадо в США. В процессе этих испытаний происходили местные землетрясения, которые были спровоцированы вот этими взрывами. Но это был побочный эффект, а не специально созданная катастрофа. Для того, чтобы вызвать землетрясения в нужном месте и в нужное время, необходимо точно рассчитать естественную ритмику колебаний земной коры и потом усилить ее точно дозированным мощным энергетическим воздействием. Например, геодерным взрывом. А это, как считают некоторые ученые, практически невозможно. Нужно понимать основное, что такое сейсмическое оружие. Это возможность создать искусственным образом землетрясения заданной силы в заданном регионе, в заданной точке и в заданный момент. Это та же задача, что и прогноз землетрясений. Но прогноз землетрясений ученые оперируют с данными наблюдений, с теориями и так далее. Здесь нужно понимать, что при землетрясениях высвобождается огромная энергия, сравнимая с мощностью всего ядерного потенциала может быть всех армий мира. И поэтому для того, чтобы вызвать искусственное землетрясение, надо в этот разлом, на котором допустим мы хотим вызвать такое землетрясение, закачать откуда-то столько энергии, которая будет высвобождаться при таком землетрясении. это нереально ни физически, ни технически. Землю, твердую почву под нашими ногами мы привыкли считать чем-то незыблемым, прочным. Поэтому когда земля начинает колебаться так, что на ней нельзя устоять, когда на наших глазах рушатся прочные здания, когда трещины разрывают почву и из глубины ее раздается гул и грохот, человека охватывает ужас. Он теряет голову, не знает, куда бежать, где спасаться от грозящей гибели. Начиная с 2000-го года происходит несколько десятков землетрясений в разных точках планеты. Сейсмическая активность Земли то возбуждается, то затихает. Как круги на воде волны землетрясений расходятся в разные стороны. Установлено, что землетрясение не происходит изолированное. Каждое сильное землетрясение так изменяет напряженное состояние в земле, что появляются места наиболее опасные снова. И это происходит в серии. Поэтому мы можем после японского землетрясения 11 марта 2011 года ожидать сильных землетрясений в разных местах земного шара, в том числе и вблизи, скажем, на Курильских островах, и в Китае, и в Америке, и в Центральной Азии. И эта будет продолжаться вот так вот по цепочке, как типа домино происходит. В истории цивилизации нашей планеты было около полусотни поистине глобальных землетрясений. Одно из самых разрушительных произошло 5 февраля 1962 года в городе Помпеи. Колоссальная дрожь земли спровоцировала извержение вулкана Везуи, после чего с лица земли было стерто три города Помпеи, Геркуланум, Стабии, а также десятки селений. Извержение вулкана, вызванное подземными толчками, способно уничтожить не только города и села, но и целые цивилизации. Речь идет о легендарной Атлантиде. Согласно Платону, 9 тысяч лет назад этот континент в один день опустился на морское дно вместе со своими жителями Атлантами. Многие атлантологи полагают, что извержение вулкана Санторин следствие землетрясения сдвинувшего тектонические платформы Земли, на которых, как предполагали, и находилась Атлантида. По мнению ученых, там произошла коллизия. Так в геологии называется столкновение континентальных плит, которое всегда приводит к разлому и смещению земной коры. Нечто похожее произошло и у восточных берегов Японии 11 марта 2011 года. Это наглядно показывает графическая имитация страшного события, которую сделали японские ученые. Землетрясение стало результатом тектонического сдвига. Тихоокеанская плита, смещаясь на восток и сталкиваясь с другой плитой, как бы поднырнула под нее. Само землетрясение произошло в открытом море к востоку от побережья префектуры Мияги. Сейсмическая волна распространилась по всей территории японского архипелага. Здесь видно, что в эпицентре большой участок дна океана сдвинулся и приподнялся на несколько метров. Одновременно с этим, как показало моделирование, береговая линия на востоке Японии наоборот опустилась вниз. Выступивший участок дна вытолкнул вверх толщу воды, которая под действием силы тяжести и давления образовала приливную волну высотой в несколько метров. Получается, трагическую историю мифологической Атлантиды может повторить вполне реальная Япония. Острова наиболее уязвимы для разрушительного выброса земной энергии. В январе 2010 года 7-бальное землетрясение стирает с лица земли столицу островного государства Порто-Пренса. В конце февраля катаклизм ударяет по Новой Зеландии. Месяцем позже целая серия подземных толчков силой в 8 баллов прокатывается по Индонезии, после чего к бедствиям страны прибавляются извержения вулкана и цунами. А потом беда приходит в Японию. Еще один остров. Сейсмология, содержащая в себе научные исследования всех аспектов землетрясений, дала возможность ответить на давно возникшие вопросы о том, в результате каких именно причин происходят катастрофы. Плитосфера Земли это мозаика плит, которые постоянно движутся. Это движение вызвано выходом тепла из мантии и ядра Земли. Границы плит при движении соприкасаются, создавая напряжение от постоянного трения. Когда напряжение превышает критическое значение, происходит внезапное разрушение в плоскости разлома. Земная кора сильно смещается. Выделяется колоссальная энергия, которая и вызывает землетрясение. Наиболее опасные места на Земле называются сейсмическими поясами. Их два. Это Тихоокеанский пояс, который затрагивает Новую Зеландию, Японию, Алиутские острова Аляску и западное побережье Северной и Южной Америки. Второй пояс, известный как Альпийский, проходит через Средиземноморский регион в восточном направлении через Азию и соединяется с Тихоокеанским поясом в Восточной Индии. Парадокс, но эти места являются самыми густонаселенными на планете. Кстати, и атомные станции тоже строятся там же, где есть озера, где есть вода. И тоже получается, что они строятся на сейсмически опасных местах. Переделать здесь уже цивилизацию человеческую невозможно, но надо учитывать, что в этих местах должны быть наибольшие меры по предупреждению землетрясений. Пересидеть людей в сухие места и, так сказать, в пустыне, это нереально. Ученые всего мира не оставляют надежду на раннее предупреждение катастрофы, а значит, на спасение сотен тысяч человеческих жизней. Вообще говоря, землетрясение 11 марта 2011 года японские специалисты предсказывали. Правда, дата называлась другая, 9 марта. И в этот день действительно в Японии случилось землетрясение. Там вышел некий казус. Вообще говоря, это землетрясение прогнозировалось японскими специалистами. И то землетрясение, которое произошло за два дня, 9 марта, они приняли за основной толчок, а это был лишь предварительный толчок. Поэтому, как говорится, публика несколько расслабилась, так сказать, посчитав, что все, прогноз удачный, все в порядке. Оно не вызвало, кстати, ни цунами, ни разрушений сильных. И фактически новый толчок, в несколько раз более сильный по энергии, он был для них некоторой неожиданностью. Почему же так трудно прогнозировать землетрясение? Вся проблема в том, что процессы, вызывающие этот катаклизм, происходят в земной коре на глубине в десятки километров. Прямой доступ туда невозможен. Ситуация в земных недрах оценивается лишь косвенным образом, по изменениям, происходящим на поверхности Земли. Ученые называют их предвестниками. К предвестникам относятся, например, уровень воды в скважинах, наклоны земной поверхности, деформации блоков земной коры. А еще предвестниками называют братьев наших меньше, животных. Давно замечено, что они лучше человека знают о предстоящем землетрясении. Об этом природном феномене ходят немало легенд. Например, как кошка, почувствовав что-то неладное, своим необычным поведением заставила жителей одного американского города насторожиться. Они взяли с собой самое необходимое и вслед за кошкой покинули город. Через сутки он был полностью разрушен мощными толчками из-под земли. Сейчас известно примерно 70 разновидностей животных, которые проявляют серьезное беспокойство накануне землетрясения. Живые сейсмографы улавливают сигнал беды по-разному. Собаки и кошки чувствуют приближение подземных толчков за два дня. Коры от одного до трех дней. Мыши и крысы от одного до 15 дней. Рыба от нескольких часов до 10 дней. Голуби до одного дня. Однако вряд ли животных можно считать безупречным биолокатором. Ученые не могут полностью положиться на предсказания братьев наших меньших, чтобы с уверенностью прогнозировать природные катаклизмы. Поэтому все силы сейчас брошены на создание особой системы оповещения, которая будет предупреждать об опасности хотя бы за несколько минут до катастрофы. Уже через год после землетрясения 2011 года в японском городе Кобе на западе страны заработал самый мощный на сегодняшний день компьютер. Он выполняет несколько квадриллионов операций в секунду. Это позволяет с максимальной скоростью и точностью обрабатывать огромное количество данных, которые поступают с сейсмических станций и спутниковых систем. На базе этого суперкомпьютера вполне можно создать достаточно эффективную систему раннего предупреждения. Если бы она была у нас в прошлом году, то мы бы получили точную информацию о последствиях цунами за полчаса до того, как волна фактически достигла берега. Но главное назначение этого суперкомпьютера вовремя спрогнозировать ту самую дату, когда для всего архипелага наступит час после гигантской природной катастрофы 11 марта 2011 года под всеми японскими островами произошли необратимые тектонические изменения и погружение их в пучину Тихого океана уже неизбежно. Власти страны восходящего солнца уже объявили крупнейшую мобилизацию сил самообороны со времен Второй мировой войны и тщательно готовятся к предстоящему исходу нации. К сожалению, таковы неутешительные прогнозы. Весь вопрос теперь только в том, как рано или поздно этот самый час икс наступит. И еще. В 1973 году был снят знаменитый фильм «Гибель Японии». Многие посчитали сюжет фантастическим, но некоторые углядели в нем пророчество неминуемой катастрофы. Тем более, что в том же 73 году были предсказания американского проповедника Дэвида Вилкерсона. Просто совпадение? Возможно. В любом случае предупреждение есть. И надо быть готовым к любому повороту событий. Субтитры создавал DimaTorzok В 2004 году команда американских археологов обнаружила скелет человекоподобного существа ростом всего один метр. Это произошло в пещере Лянгбуа на индонезийском острове Флорес. Поначалу ученые предположили, что нашли кости ребенка, который несколько десятков лет назад заблудился в подземных катакомбах и погиб от истощения. Однако более тщательный анализ поверг археологов в шоу. Останки принадлежали вполне взрослой особи, а самой находке не менее 18 тысяч лет. Что это могло быть за существо? В попытках разгадать секрет таинственных костей исследователи выдвинули множество гипотез. Однако остановились на самой с точки зрения академической науки безумной. это останки некоего человеческого вида, которого в многочисленных сказках и мифах разных народов именуют гномами, эльфами и троллями. Дальнейшее изыскание все больше убеждали исследователи. Выше упомянутые сказочные персонажи вполне реальные гоминиды, а не плод воображения. И что самое удивительное, они не только были, но и сейчас живут по соседству с людьми. Индонезийский остров Флорес вытянул с востока на запад почти на 370 километров. Он находится между материковой зоной Азии и Австралии и никогда не соединялся с Большой Землей. Ученые считают, что здесь они натолкнулись на затерянный мир карликов, которые являлись выходцами из очень древних веков и умудрились выжить в полной изоляции, не попав под влияние процессов, судьбоносных для эволюции человека на нашей планете. Карликовое существо, останки которого были обнаружены на острове Флорес, исследователи нарекли хоббитом. Парадокс, конечно, на соседнем острове водятся огромные вараны, а рядом на Флоресе водятся мелкие представители, водились мелкие представители слонов, стегодоны и всякие человеческие существа карликового роста. И вот этот хоббит с Флореса как раз один из представителей этих существ. Анализ найденного скелета маленького человечка проводился в столице Индонезии Джакарте под руководством профессора Питера Брауна. По строению таза ученому удалось заключить, что существо было женского пола. Сильно скошенный лоб с выступающими надглазничными валиками и мощной нижней челюстью напоминают характерный череп Homo erectus. Однако размеры его совершенно необычные. И дело даже не в росте или весе, а в поразительном малом объеме мозжечка. По расчетам профессора, у этой женщины мозг не достигал и одной трети от объема мозга обыкновенного человека. Причем там была открыта не одна особь, то есть остатки естественно этой особи. При том, что в преданиях местных аборигенов их называли Эбу-Гогу, и они считались чуть ли не дожившими до нашего времени. Но остатки их были обнаружены. И те антропологи, которые работали с этими остатками, после этого они сказали, что да, ребята, вот в преданиях о хоббитах и эльфах теперь мы получили подтверждение, что за этим может стоять определенная конкретная антропологическая реальность. Пока ученые спорят о том, существовало ли в далеком прошлом раса карликов или нет, возникает другой, более интересный вопрос. А живут ли гномы на Земле сегодня? Некоторые исследователи уверены, да, живут и в качестве доказательств приводят разные древние и современные истории. Старинная рукопись, хранящаяся ныне в Брянской областной библиотеке, свидетельствует, что в 1698 году некий карлик, очень напоминающий сказочного гнома, напугал одного уральского рудокопа. Существо было ростом не более 20 сантиметров. Оно стояло у входа в пещеру и держало в руках яркий кристалл. При встрече с человеком гном почти сразу ушел в землю, а камень остался. Что это был за минерал, определить так и не смогли. У лопарей, живущих на Кольском полуострове и у их соседей Сааме бытуют легенды о карликах, поселившихся когда-то под землей. Местные жители называют их сайвок. Раскинув свои юрты на удобном месте, лопари иногда могли слышать, как из под земли до них доносились неясные голоса и звяканье железа. Это служило сигналом немедленно переносить юрту на новое место. Она закрывала вход в подземное жилище таинственных обитателей Крайнего Севера. Кроме того, с ними лопари всегда опасались ссориться, поскольку издревле карлики считались злобными и мстительными существами. И на то была причина. Давайте представим примерно древние времена средние века. Психология человека. Она была, давайте будем говорить, прямо очень агрессивно. Завоевать мир, завоевать вот все, что лежит за порогом твоего дома, они сталкивались действительно с какими-то и дикими племенами, и возможно вот с этими маленькими людьми. Естественно, ответная реакция была. Они тоже брали свое оружие и вредили мстили этим пришельцам, высоким людям, которые первые напали на их землю. Легенда о маленьких подземных жителях, умеющих обрабатывать железо и обладающих сверхъестественными способностями, сохранились у всех народов, населяющих север России. Например, коми, живущие на Печорской низменности, утверждают, что именно гномы научили людей ковать железо. Колдовство их обладает страшной силой. По их приказанию меркнут солнце и луна. Некоторые исследователи считают, что таинственные карлики могут обитать и в Крыму. На полуострове множество пещер и неизученных подземных городов, созданных когда-то представителями древней цивилизации. В этих катакомбах вполне могут прятаться мифические существа. У нас есть такая гора Спилия. И вот в 80-х годах четыре мальчика и четыре девочки нашли пещеру в районе Спилия. Набрали фонари, факело и не вошли в эту пещеру. Шли, шли там и они заблудились. Им казалось, что уже много-много часов они находятся. Там уже и проглазались, и все. И вот уже там девчонки плакать начали, как всегда. и вот смотрят такой плоский камень и на этом плоском камне стоят два эльфа. Притом две девочки в платьицах. И вот взявшись за руки танцуют на этом камне. Смотрите, картинка такую. Они как испугались, как рванули к этому выходу. С испугу выход нашли, выскочили. Когда выбравшиеся наружу подростки рассказали об этом происшествии родителям, то взрослые естественно не поверили. Мало ли, что может померещиться с испугу. Однако не все отнеслись к рассказу детей о встрече с эльфами с недоверием. Крым место загадочное и мистическое. И здесь происходит много разных чудес. У нас еще есть гномы мифологическое существо называется Козютканы. Это у нас есть город Козюткан Камчан. Там находится пещера Аютыших. И там в свое время туристы замечали таких рыженьких маленьких существ живущих. И в других местах замечали этих маленьких рыженьких волосатых. Немцы живущие на побережье Ледовитого океана рассказывают что давным-давно когда наших людей здесь не было тут жили сиртя маленького роста люди. Когда людей много стало они насквозь в землю ушли. Эти карлики до сих пор дают о себе знать. Например на полуострове Канин Я побывал впервые там в конце 70-х годов. И вот оленеводы казалось бы уже отошли от религии и тем не менее значит когда я пошел с ними они говорят стой и вдруг кинулся бежать вдаль. Я говорю что ж ты не ловишь там или что-то надо делать нет поздно это лазурь огонь из-под земли они увидели это сигнал маленьких человечков из-под земли они поманили этого оленя и сейчас главное чтобы стадо не пошло за ним эти человечки увели оленя. У русских землепроходцев обосновавшихся на Урале тоже есть предания о живущих в горах людях небольшого роста красивых с необычайно приятными голосами так же как сайвок на Кольском полуострове они не любят появляться средь бела дня при этом некоторые люди слышат исходящий из-под земли звон и звон этот не случайен чуть белоглазая под таким именем фигурируют карлики в уральских сказаниях они занимались под землей добычей золота серебра и меди когда на Урал пришли рудокопы и другие ремесленники из Киевской Руси и Скандинавии чуть белоглазая жившая на западных склонах Урала прокопала длинные подземные ходы и скрылась в недрах гор со всеми своими сокровищами то есть буквально самозахоронились то есть они ушли как бы так сказать вот в эти свои ямы и там закопались убили себя доброволь но проблема в том что при всем обилии предания чуде а предание об этих существах охватывает огромные территории собственно от Урала до Скандинавии мы не находим никаких в общем-то массовых захоронений как бы то ни было существ еще в 16 веке географы Европы были убеждены в существовании в северном ледовитом океане материка Арктида населенного карликами которые создали странную непохожую на нашу цивилизацию они обладали ярко выраженными экстрасенсорными как сейчас принято говорить способностями потом произошел один из многих земных катаклизмов в результате которого арктический материк практически полностью ушел под воду уцелевшие жители Арктиды покинули замерзающие быстро покрывающиеся льдом острова и расселились по северу Европы и Азии восстановить свою цивилизацию они не смогли сражаться с местными жителями не хотели и постепенно ушли с поверхности земли в подземные катакомбы и пещеры то есть в привычную для себя среду обитания ведь у себя на родине они проводили в подземелье до полугода для защиты от жадных до драгоценных металлов особенно до золота людей карлики поставили на входах в свои подземные убежища психологические барьеры эти барьеры и по сей день внушают людям сверхъестественный ужас отгоняющий от священных для гномов мест иногда они являют себя очень даже четко и ну пока что может быть у нас это проявилось немножко экзотично в виде странного такого существа на Урале в районе Кыштыма который назвали Алешенькой история началась в середине девяностых когда одна старая бабушка нашла непонятное существо меньше 50 сантиметров ростом странные размытые черты лица форма головы и форма тела рук была какая-то нечеловеческая вот остались съемки которые снимки которые все это показывают вот несколько недель или может месяцев оно жило у этой старушки которая его приютила во второй половине 19 века среди зоологов была распространена теория о том что некогда Африку Мадагаскар и Индию связывал кусок суши в Индийском океане заселенный почти исключительно лемурами Галага Пота и Лори которые составляли класс полуобезьян ученые считали что суша в конце концов уйдя под воду развела ареалы распространения полуобезьян по всему миру английский зоолог Филлипс Клеттер назвал этот погрузившийся в бездну континент Лемурии а научный интерес к нему подогрела сделанное немецким зоологом Эрнстом Хекелем предположение что Лемурия была колыбелью человечества известные философы оккультисты тут же подхватили и развили теорию Хекела знаменитый русский эзотерик эспириутолист Елена Блавацкая утверждала что во время сеансов общения с духами она узнала от них подлинную историю человечества из которой следует что она началась с Лемурии по словам Блавацкой обитатель этой страны были типичными гномами и эльфами они жили и размножались в подземелья и их можно отнести к третьей семи корневых земных рас каждая из которых проходит семь стадий развития гномы Дело в том что есть различные представления о подземных существах но надо четко понимать что подземные существа делятся на ряд классов скажем так вот есть гномы это нечто такое знаете кряжистое малорослое то что работает с рудой и так далее понимаете такое грубое такое вот ну это архетип очень многих сказок скажем так есть эльф это нечто утонченное возвышенное воздушное понимаете но нам не следует забывать об одной вещи все предания как правило очень многие из преданий говорят о том что эти существа могли воздействовать на сознание человека последователи Елены Балавадской до сегодня продолжают приводить все новые и новые доказательства существования колыбели человечества но археологи которые оперируют в основном фактами так и не нашли в земле или под водой этих самых доказательств при этом они давно махнули на лемурию рукой и всем желающим убедиться в существовании в прошлом расы карликов предлагают вместо разговоров о лемурцах просто посетить местечко скара-бре на побережье Аркнейских островов там до недавнего времени находились обычные с виду невысокие сопки поросшие зеленой травой но однажды сильнейший ураган разрушил верхнюю часть одного из холмов и там обнаружилось поселение то есть там кроватки комнатки прочее прочее все вот такое поселение в недрах холма единственная неприятность для ученых была в том что она все было рассчитано на людей очень маленького роста то есть нормальный человек бы туда просто не пролез поэтому ученые попали в очень неприятную ситуацию и в итоге по умолчанию было принято считать что это некая модель поселения однако наиболее пытливые археологи вскрыли другие холмы и выяснили что это не масштабная модель не макет а реальное жилье жилье карликов то есть гномов или таких же миниатюрных существ строилось оно как подземное убежище сначала из глиняных блоков возводились стены потом из камня и дерева делали настил и только тогда все сооружение покрывалось слоем земли и торфа оставляя лишь небольшое входное отверстие посредине каждой комнаты находился отчак обложенный камнями из обожженной глины были сделаны маленькие шкафчики между жилищами проложены подземные переходы обратили археологи внимание и еще на одну деталь на полу комнаты в проходах лежали кучи песка напоминавшие о старинном поверье оказывается каждый кто без спросу вторгался в прошлом жилище подземного карлика тут же превращался в песок для меня не представляет ни малейших сомнений то что наше человечество имело свою как бы альтернативу то есть другое человечество что на земле жили параллельно с нами и живут может быть и поныне пусть кто-то попробует мне возразить на эту тему существует еще и народы меньше нас ростом как бы которые оказались гномами и различными эльфами и феями и другими названиями которых мы сейчас скажем и параллельно существует еще и больше размером существа куда же ушли жители холмов в каменных шкафчиках аккуратно хранились украшения и посуда на полу у выхода из одного жилища валялось словно оброненное кем-то в спешке ожерелье каменные орудия труда и оружия стояли нетронутыми создавалось впечатление что хозяева исчезли в одночасье покинув этот мир навсегда или ушли еще глубже в недра земли где как утверждают многие исследователи есть надежное убежище от вездесущего человека есть пещера где есть карст где есть проявление подземных пустот они есть практически везде под всей европейской частью уж точно не говоря уже об Америке о Южной Америке под всеми кордильерами и андами у нас под всем Уралом с севера на юг по 60-му меридиану и в Азии и в Юго-Восточной Азии а там вообще нашли просто нашли кости карлика Тайна карликов Скарабра пока не раскрыта ну а местные жители утверждают что и по сей день изредка встречаются с последними представителями маленького таинственного народа более того они верят что карлики пытаясь сохранить род похищают детей из колыбеля некоторые из похищенных возвращаются в мир людей через несколько лет как например одноместная девушка вернувшись домой после многолетнего отсутствия сначала она долго болела но потом поправилась и привыкла к жизни среди людей вот только в ней оставалось что-то не от мира сего наверное именно поэтому до сих пор жители тех мест в северной Великобритании кладут в постель маленьким детям кусочки железа ведь металл верят люди обладают магической властью над жителями холмов дело в том что безусловно безотносительно существуют ли физически эти существа или не существуют реально и объективно они существуют потому что они существуют в нашем сознании они существуют в нашей мифологии таким образом они влияют на нас определяют наше бытие и наше будущее в 1932 году два золотоискателя которые искали драгоценный металл у подножия гор Сан-Педро в штате Вайоминг предположили что золотая жила может находиться в одной из скал они взорвали скалу но вместо золота обнаружили в горном массиве небольшую пещеру в углублении которой на небольшом каменном выступе в сидячем мумия крошечного существа во весь рост существо достигало бы высоты чуть менее полуметра а в сидячем положении 18 сантиметров самое обыкновенное человеческое лицо с большими глазами низким лбом широким носом большим ртом и тонкими губами мумии карлика с загадочной улыбкой на лице дали имя Педро антрополог Генри Шапира исследовал находку с помощью рентгеновских лучей каково же было его изумление когда аппаратура показала что под мумифицированной оболочкой находится крошечный скелет по всем параметрам соответствующий человеческому по всем признакам Педро был взрослым 60-летним мужчиной если сравнивать его с обыкновенным человеком у мумии были хорошо сформированные зубы причем выделялись довольно крупные выступающие вперед клыки однако ученые отнеслись к этой находке с большой долей скептицизма и посчитали ее очередной фальшивкой все что хоть как-то вмешивается в нашу традиционную парадигму существования человека расписанную как бы раз и навсегда ортодоксальной наукой все это подвергается обструкции и тщательно вообще вымарывается из истории тем временем в Аргентине в последнее время происходит нечто невероятное жуткий гном терроризирует городок Гуемес в провинции Сальто на севере страны подросток Хаса Альварес заявил местной газете Эль Трибуно что он и его друзья зафиксировали на видео это создание во время недавней ночной прогулки у одного из них в руке был мобильный телефон когда вдруг раздался непонятный шум и из кустов на подростков выскочило что-то непонятное похожее на гнома оно их очень напугало это никакая не шутка добавил подросток корреспонденту местной газеты позже выяснилось что другие местные жители тоже видели карлика и испытывали при этом сильный страх местные газеты уже прозвали призрака жутким гномом из-за его внешнего вида чем-то напоминающего героя средневековых сказок по рассказам очевидцев гном носит шляпу заостренной формы и передвигается необычной походкой маленькими шажками вбок городок добровольно ввел комендантский час после наступления темноты мало кто решается выйти на улицу опасаясь встретиться с жутким гномом северо-запад россия ленинградская область карельский перешек места здесь не особо приветливые почти дикие болотные топи многочисленные озера непреодолимые завалы из поваленного ветром и возрастом леса люди сюда не особо стремятся разве только редкие сборщики клюквы и любители экстремальной рыбалки некоторые из них ссылаясь на очевидцев рассказывают историю которая случилась в 1982 году у озера Суходольское на берегу сидела группа рыбаков клюв был активным и многие уже могли похвастать неплохим уловом и когда стало смеркаться из леса появилось непонятное человекообразное лохматое существо и двинулось прямо на рыбаков несчастные от страха замерли на месте а существо схватило садки с пойманной рыбой и тут же скрылось в чаще с февраля 1989 года по март 1990 неизвестного лохматого человека регулярно наблюдали на карельском перешейке в узкой полосе от ушкова до матокса затем его видели под сортовалой и под приозерском следы загадочного существа попытались обнаружить исследователи но ничего не нашли кроме пряди седых длинных волос лабораторный анализ показал они не могут принадлежать ни человеку ни какому либо известному в ленинградской области животному в разных частях света его называют по-своему на помире йети в европе сноумен снежный человек в америке бигфут большая нога в гималаях меч канг ми грязный лохмач а на карельском перешейке это существо окрестили белым человеком на самом деле он живет везде то есть повсеместно это и даже пустыни это предгорье это дремучие леса берега рек и озер даже побережье морей сообщения о волосатых существах полуобезьянах полулюдях давно поступают то из России то с гималаев то с запада США что стоит за легендами о снежном человеке международное общество криптозоологов является объектом постоянных ядовитых насмешек представителей академической науки из-за странной деятельности этой организации криптозоология изучает необычных живых существ о которых идет речь в легендах и мифах но чаще всего исследователи опираются на рассказы очевидцев короче говоря члены общества верят в монстров а допустить существование снежного человека или как его еще называют йети значит подвергать себя строкизму людей напрочь лишенных романтической жилки совсем другого мнения те кому реально довелось встретиться с таинственным монстром сколько раз мы сталкивались с подобными явлениями чаще всего существо сначала предупреждает и пугает очень неприятное чувство вот мне один раз пришлось с ним столкнуться это его можно характеризовать как животный ужас на самом деле никто точно не знает что сулит встреча со снежным человеком он скорее всего несет в себе какую-то не то что негативную какую-то силу а обладает определенной энергией которая плохо влияет на людей это произошло немногим более 10 лет назад в урочище остров Терехун под Малой Вишерой место здесь самое глухое в Новгородской области но богатое ягодами и рыбой в многочисленных лесных омутах несколько подростков из деревни Поддубье как раз и отправились на один такой водоем и вдруг на узкой тропе увидели след от босой ступни отпечаток был огромным сантиметров сорок в длину объяснения этому феномену мальчишки не смогли найти через две недели решили в том же болоте поискать морошку и опять следы забыв про ягоды подростки отправились по отпечаткам и неожиданно наткнулись на четырех человекообразных существ двух больших и двух маленьких все четверо поросшие густой рыжей шерстью парни в страхе бросились бежать уже дома рассказали о лесных чудовищах а вскоре об этом происшествии написали в местной газете автор публикации высмеял рассказ подростков но сама статья попалась на глаза московским криптозоологам они немедленно отправились в малую вишеру а затем по маршруту указанному незадачливыми подростками исследователи были одержимы поэтому их надежды на встречу с лесными монстрами оправдались в леса вокруг малой вишеры было несколько криптозоологических экспедиций и в том числе достаточно успешный подуспешным я подразумеваю что участники успели увидеть некое существо двух трехметровое явно превышающие средний рост человека животное по мнению исследователей которые наткнулись на человекообразное существо в лесу под малой вишерой внешний воблик в точности совпадал с описанием другого лесного чудища много лет назад напугавшего рыбаков в Ленинградской области и прозванного местными жителями белым человеком криптозоологи убеждены что йети существа мигрирующие в Новгородской области он встречается еще в Хвойнинском и Любытинском районах говорят что йети видели на границе Эстонии и Псковской области но в последнее время исследователи ищут существо в лесах под Кировом и в Пермском крае нашли мы внешние признаки это заломы на ветвях деревьев на степи примерно 3 метра заломы кстати тоже интересные ветка не сломана а такое впечатление что как будто ее взяли вот так большим пальцем и вот сдавили так верхняя часть коры треснула и ветка сама согнулась прошли по лесу в направлении куда могли предположить что вот это существо могло уходить нашли следы намху сфотографировали следы очень большие у меня от берца 44 размера и там еще от носка сантиметров 10 было то есть такие нормальные где-то 55 и 60 размер а дальше произошло что-то непонятное и настораживающее группа исследователей разделилась Николай Суботин двинулся по Азимуту на северо-восток а двое его коллег на запад когда разошлись расстояние между ними было около 200 метров не более и вдруг слышу в лесу поет женщина поет что-то слов не разобрать но мелодия красивая начинаю приближаться звук удаляется останавливаюсь звук приближается вот что меня в первый момент насторожило он такое впечатление что начинает вот так вот слева направо как будто существует этот звук двигается и появилось ощущение что меня заманивают я начал кричать своих товарищей они меня не слышат в конце концов следопыты откликнулись на призывы о помощи своего коллеги помог стартовый пистолет вернее выстрел из него как только исследователи встретились пение прекратилось но появилось чувство неосознанной тревоги переходящее в страх следопыты решили не испытывать дальше свою судьбу и вернулись на базу а дома уже они узнали что это было так называемое пение ети следование за которым могло привести к самым непредсказуемым последствиям мы делаем вывод что это существо обладает способностями гипноза и играть с ним в кошки и мышки пытаться ловить охотиться за ним в лесу можно с такой же вероятностью с такой же пользой как слепой боксер может боксировать со зрячим именно такой приписываемой снежному человеку невероятной способностью воздействовать на сознание людей исследователи пытаются объяснить тот факт что феномен ети практически не изучен реальных доказательств существования лесного чудища на сегодняшний день просто не существует есть лишь несколько некачественных фотографий и видеозаписей только предполагающих но не доказывающих его существования но то что его не могут заснять это извечная тема извечная проблема и самый как бы такой сложный момент в исследовании снежного человека потому что даже когда его снимали на старенькие фотоаппараты из этих из этих съемок ничего не получалось или получалось размазанное пятно которое ни один эксперт не мог признать как достоверный факт но некоторые исследователи считают что это происходит из-за того что у этого существа есть огромное вокруг него существует огромное поле как бы защитное поле энергетическое которое мешает вообще любой съемке некоторые ученые считают что эти может заставить испытать сильный страх либо вообще сделать так чтобы никто его не замечал но иногда человеку все-таки удавалось перехитрить это неуловимое лесное чудище в октябре 1967 года молодые биологи Роджер Паттерсон и Боб Гимлин получили информацию о том что в лесополосе на плоскогорье Северной Калифорнии рядом с границей штата Орегон обнаружены огромные следы похожие на человеческие ученые продвигались верхом по каменистому берегу реки внезапно лошади с громким ржанием встали на дыбы и сбросив ездоков умчались прочь причиной необычного поведения животных было волосатое человекообразное существо с явными признаками женского пола стоявшее в 100 метрах от них дикая женщина оглядываясь стала быстро уходить вглубь леса Паттерсон выхватил из сумки кинокамеру и бросился за ней снимая на ходу погоня длилась несколько минут пока оглянувшись в последний раз существо не исчезло в непроходимых зарослях так были сняты единственные в мире кинокадры на которых запечатлена одна из самых таинственных загадок планеты снежный человек правда скептики раскритиковали пленку назвав сюжет хорошей постановкой тем не менее специалисты в сфере кинематографии не смогли доказать что фильм подделка за десятилетия которые прошли с момента съемки этой сенсационной видеозаписи было сделано около десятка может быть даже больше самых различных экспертиз среди которых я не нашел ни одной которая поставила бы крест на подлинность при этом значительная часть антропологов и биологов склонна считать что на самом деле снежного человека не существует вовсе ведь даже самая незначительная по численности популяция тем более таких далеко не маленьких животных не может остаться незамеченной обязательно должны были остаться следы жизнедеятельности или например останки умерших представителей о существовании снежного человека писал еще великий ученый Карл Линей создавший единую систему классификации животного и растительного мира он описал эти как очень большое и быстрое существо которое способно на двух ногах обогнать лошадь Карл Линей дал ему название хомотроглодитас человек пещерный на самом деле история снежного человека она входит в глубокую древность будем называть его снежный человек по привычке уже как все привыкли к этому делу и впервые он виден на скальных рисунках и на на сахарских даже фресках с одной стороны и на севере нашей страны в Карелии каких-то рисунках уцелевших на скалах в Карелии относящихся к первому второму третьему тысячелетиям до нашей эры то есть там уже есть волосатые мохнатые люди страхи ужасы сопровождающие встречи человека с йети описываются с древнейших времен когда мифология только формировалась тогда в нее и вошел снежный человек в образе лохматого лесного царя Пана отсюда берут свое начало выражение панический страх и панический ужас существа похожие на снежного человека есть в преданиях всех народов в Азии это огромные дэвы косматые демоны горных перевалов в западной Европе сатиры фавны у славянских народов это большак черт леший огромный обросший шерстью с длинными руками и сверкающими глазами охотники никогда не ставили избушек и не располагались на ночлег рядом с тропой где ходит леший он всеядный но предпочитает растительную пищу очень любит яблоки писатель Владимир Салаухин отмечал что на его родине во Владимирской губернии дикие яблони называют лишовками считалось что хозяин леса выращивает их для себя у этого существа есть очень много названий я насчитал около полусотни но самое часто встречающееся причем на разных языках слово это хозяин хозяин леса леший может неожиданно появляться и неожиданно исчезать может притвориться пнем или деревом недаром издавна его называют чертом нечистой силой человеческой речью леший не владеет то ворчит то воет один из характерных звуков который он издает свист иногда такой силы что невозможно устоять люди затыкают уши сгибаются в три погибели есть такие описания есть просто сохранились предания и о том что вообще русские воины использовали его и в боях против половцев на огромной цепи и что снежный человек это тот самый соловий разбойник который на самом деле вовсе не соловий не соловей не птица а соловий от слова саловой это от крас цвет шерсти снежного человека палевой как говорят многие свидетели именно такой окрас и у самцов и у самок снежного человека этих великого гоминоидов которых встречают по территории России практически везде во всех областях нашей страны интересный факт Советский Союз был единственной страной в мире где проблема поиска йети рассматривалась на самом высоком государственном уровне в 1957 году в Москве состоялось заседание президиума Академии наук СССР в повестке дня значился единственный пункт о снежном человеке а уже в следующем году была создана комиссия по изучению этого вопроса в составе комиссии были известны ученые геолог член-корреспондент Сергей Обручев антрополог Михаил Нестор нобелевский лауреат академик Игорь Там рабочая гипотеза которой руководствовалась комиссия сводилась к тому что снежный человек это доживший до наших дней примат из деградировавшей ветви неандертальцев деятельность комиссии вскоре была свернута но результаты ее работы аннулировать не стали и в дальнейшем накопленные материалы публиковались в официальных справочниках Академии Существует версия что это та самая ветвь неандертальцев которая достигла больших размеров которая нашла отражение в эпосах и в легендах разных народов под видом гигантов различных гулливеров циклопов и так далее крупных людей Замечено что снежный человек способен к телепатическому общению с людьми один из членов экспедиции по поискам человекообразного существа вспоминает мы шли вдоль русла небольшого ручья вдруг одновременно почувствовали на себе чье-то невидимое но очень сильное воздействие у всех разом заболела голова но не так как бывает когда человек не выспится или простынет ощущение походило на прощупывание мозга каким-то сканирующим устройством значит где-то рядом снежный человек и действительно в 150 метрах от группы из-за деревьев выступили два черных силуэта не спеша перешли просеку и скрылись в лесу конечно то что это существо обладает такой развитой мозговой деятельностью говорит не в пользу того что они родственники неандертальцев потому что те конечно не дотягивали до человека по многим параметрам и поэтому в общем-то исчезли в конкуренции с кроманьонцами по одной из версий но кто может точно сказать сколько типов человечества было до нас существуют какие-то альтернативные виды человека которые существовали как сейчас выясняется эта гипотеза пробивает себе дорогу как бы в науку что существовали конечно другие типы человечества возможно это существо даже как бы не нашего мира потому что чаще всего их наблюдают вот именно в тех местах где происходят какие-то или аномальные явления или происходят какие-то хромные миражи в общем появляются именно там где возникает какая-то аномалия такое впечатление что они как бы охраняют те места куда человек попадать не может среди собранных исследователями материалов о снежном человеке есть и такие которые свидетельствуют о том что лесное чудище может пойти и на крайние меры охраняя ареал своего обитания летом 1998 года на Кольском полуострове в лесу недалеко от сей дозера погибли четверо молодых парней трое лежали недалеко друг от друга четвертый всего 200 метров не добежал до поселка никаких признаков насилия на телах погибших не было если не считать того что на лицах всех четверых застыло выражение ужаса а недалеко отпечатались следы огромных ступней похожих на человеческие дело было закрыто за отсутствием состава преступления все знали парни чем-то сильно не понравились хозяину так издавна местные жители Саамы называют снежного человека как выяснилось отцы как минимум двух из них участвовали в облаве против снежного человека существо было ранено оно хоть и ушло но явно находилось не в духе такой встречи с людьми и я хотя и не оправдываю но тем не менее догадываюсь где-то вот понимаю реакцию этого существа которое в течение месяца явно вынашивало такую вот месть и хотя оно не поймало самих виновников но видимо отыгралось на ближайших родственниках но каким образом ужас может убить людей ученые изучающие влияние волновых колебаний на организм человека считают что электромагнитные излучения определенной частоты могут не только вызвать панический ужас но и погрузить в состояние когда мозг перестает командовать жизненно важными органами и тогда сердце просто останавливается реликтовый гуманоид посылающий лучи смерти но если подумать ничего сверхъестественного тут нет человек как и любое другое млекопитающее это одновременно приемник и передатчик электромагнитных волн различной частоты такими свойствами как телепатия сугестия ясновидение обладаем в той или иной степени и мы но для снежного человека эти таинственные явления человеческой психики повседневная форма существования несмотря на то что по многим признакам снежный человек животное многие склонны считать его объектом не биологической а аномальной природы таким же как НЛО или полтергейст поэтому существует гипотеза что снежный человек гость из другого измерения не зря все-таки наши предки считали его нечистой силой возможно это существо живет не в нашем а в каком-то ином параллельном прошлом будущем пространстве времени не подстрелить не догнать не поймать не связать это существо может быть реально и существующее пока что никому не удалось до сих пор нет единого мнения о происхождении снежного человека более того до сих пор нет согласия среди ученых по факту его существования вообще даже несмотря на то что криптозоологи собрали немало сведений об этом существе исследователи знают как оно выглядит как двигается что ест как ведет себя по отношению к человеку но чем больше информации о ете тем больше возникает вопросов тем яснее становится что это существо не похоже ни на какое другое что оно окутано необъяснимо пока для нас тайной непонятно почему снежный человек не оставляет следов существования непонятно почему не идет на контакт наверное просто он не хочет идти на контакт только потому что он решил что человечество достаточно созрело для этого вы немножко рано родились мы должны дотянуть еще до того момента как эти люди а может быть и какие-то другие существа выйдут с нами на контакт в ближайшие годы мы вряд ли узнаем что же такое снежный человек или ети на самом деле современный уровень развития науки не позволяет раскрыть эту тайну остается лишь согласиться со словами Шекспира вложенными в уста Гамлета есть многое на свете друг Горацию что и не снилось нашим мудрецам Смотрите и подписывайтесь на наш канал Впереди вас ждет много интересных видео обо всем непознанным тайным и загадочным субтитры субтитры субтитры